Здравствуйте! Проектирование Battery Management System. Датчик тока на 800 Ампер, бесконтактное измерение тока. Перед вами портфолио компании Allegro Microsystem, предлагающее интегральные решения для измерения токов различных диапазонов. Все эти решения основаны на эффекте Холла. Понятно, что в любой Battery Management System одной из задач является защита батареи от короткого замыкания, определение потребляемого тока и защита от сверхтоков. Так как внутреннее сопротивление ячейки на 40 Ампер часов очень мало, то токи короткого замыкания могут быть килоамперы более. Как устроены достаточно старые датчики тока на основе эффекта Холла от Allegro? Внутри мы видим магнитный концентратор, проводник, по которому будет течь ток, и саму микросхему, содержащую кристалл, то есть называемый датчик Холла. Эффект Холла возникает в определенных структурах. При помещении кристалла перпендикулярно линии магнитного поля возникает напряжение. Перед вами на этом слайде более новые образцы из портфолио Infineon. Это линейные датчики тока на основе эффекта Холла на диапазон измеряемого тока 120 Ампер. Но нам это тоже не годится, нужно 800 Ампер. Вот в этом обзоре мы сейчас с вами и поговорим, как же измерить ток в 800 Ампер, какие есть решения и особенности. Но сначала немножко теории. В любом проводнике, через который мы пропускаем ток, возникает магнитное поле. По правилу правой руки можно определить направление вектора магнитного поля, связать ток с напряженностью магнитного поля в заданной точке и индукцию магнитного поля с магнитной проницаемостью материала сердечника-концентратора током и радиусом этого самого сердечника. Картиночка поясняет правила правой руки, направление тока, вектор и направление магнитного поля. Если теперь разместить кристалл, содержащий датчик холла, таким образом, чтобы силовые линии магнитного поля перпендикулярно входили в кристалл, то на выходе этого датчика будет появляться какое-то напряжение. Эти измерения будут ратиометрические относительно источника питания этой микросхемы. Также применяется технология концентрации магнитного поля посредством сердечников, магнитно-мягких сердечников, имеющих зазор. Зазор выбирается из условия ненасыщаемости сердечника максимальной индукции в зазоре и невыхода на насыщение микросхемы датчика холла. Собственно говоря, вот она эта формула. Максимальная индукция BD в знаменателе – это величина зазора. Также нам необходимо вычислить эффективную магнитную проницаемость для заданного тока. Выбор сердечников – достаточно сложная задача. Материал должен, во-первых, обладать малой остаточной магничностью, то есть он мягко должен быть магнитом мягким. В этом плане хорошо подходят пермалои. Ферриты для таких токов не годятся. Из пермалоев – High Flux, конечно же, от Magnetics. Вот посмотрите, старый-старый апнот от компании Honeywell. Обратите внимание, все сердечники в этих примерах имеют диаметр порядка полутора дюймов. То есть они здоровенные. И зазоры, величина зазоров достигает 10 мм для величин токов порядка 600-700 Ампер. Легко получить эти величины, зазор и размер сердечника геометрический, подставив данные вот в эту формулу. Берем апнот от Infineon. Формула перед вами. Подставляем необходимые значения и получаете при заданных зазорах и максимально допустимой индукции в зазоре, какой максимальный ток вы можете измерить. Отсюда выбираем наш сердечник. Еще раз подчеркиваю, в данном случае это будет High Flux от компании Magnetics, так как его достаточно легко купить. Он есть в наличии. Сердечник должен быть большого диаметра, с малой магнитной проницаемостью. Нам не нужен большой коэффициент усиления поля. Коэффициент порядка 8 нам нужен. Ну вот смотрите, это от Melexis, от Note мы видим ошибки линейности. По оси Y это PPM, по оси X это в данном случае ток. Видите, да, никель-феррит. 50% никеля, 50% феррита. Зависимость ошибок, нелинейность характеристики, зависимости от зазора и геометрии сердечника уеобразного. Ну видно, что вполне можно добиться измерения тока с таким магнитным концентратором в диапазонах 800-1200 А. Ну и собственно сам сердечник от Magnetics. Вполне на нем возможно исполнить зазор 10 мм. Поместить в этот зазор датчик холла и пропустить сквозь кольцо в один виток шину, либо проводник. Это характеристики для постоянного тока, для подмагничивания постоянным током. Для одного витка видим, что на токе 800-1000 А сердечник не войдет в насыщение. Да и в общем-то не сгорит. А это готовые сердечники. Выпускает партнерами Lexus. Но достаточно тяжело их вообще-то купить. Это пермалой. Ну то есть сердечникам теперь все понятно. Как это выглядит, какие размеры, как посчитать. Теперь какую же микросхему использовать. Датчик холла. Но самые распространенные и самые первые, наверное, это Ханниуэлы. Вот их Hull Linear Sensor. Позволяет делать ратиометрические, по нашему, логометрические измерения относительно источника питания. Термостабилизированные. Лазерная подгонка резисторов и так далее, и так далее. Мы видим, что 1,5% ошибка линейности. Мы также видим, что 75 мили Тесла напряженность поля, 750 гауссов. И вот передаточные характеристики выходного напряжения в зависимости от напряженности поля в зазоре. Мы видим, что это униполярный выход. Ну, под полное напряжение 4,5 вольта. Такие источники опорного напряжения есть. Можно ее использовать. Более новые микросхемы линейных датчиков на базе элемента холла от компании Infineon. Предлагает уже большие возможности по выходу. Это протокол SPC и SEND. Но нам это для BMS незачем. Вот аналог ратиометрик. Это наш выбор в данном случае. Но видно, что их нужно программировать. У компании Infineon открытый протокол программирования этих датчиков. Есть демо-борды, есть программаторы. Ну, либо самому писать. То есть придется не просто использовать датчик, взял и сделал датчик тока, а надо будет что-то писать. Не хотелось бы. Внутреннее устройство современных датчиков тока. Видите, у нас есть сигнальный даже процессор. Внутренний датчик температуры для термокомпенсации, EEPROM для хранения коэффициентов, линеаризации и так далее. Видимо, там кусочная линейная линеаризация реализована. Ну и передаточные характеристики Transfer Function. Посмотрите, ну не очень удобные. 0 соответствует нулю, 50 мтс в зазоре соответствует 5 вольтам. Нам нужен, это для биполярного даже, а нам нужен униполярный вариант. Ну, очень неудобно. Ну, достаточно низкие ошибки. Оно и понятно, что микросхемы 12-16 года, по сравнению с Honeywell-овскими микросхемами, уж сложно вспомнить, когда они впервые появились. Почему бы не взять готовый датчик тока от Honeywell на 1,5-2 кА? Ну, просто потому, что у нас он продается по каким-то страшным ценам, и тяжело его найти и долго ждать. Вот опять еще один линейный программируемый датчик HOLO A1366, новенький от компании Allegro. Опять же, хороший датчик, хорошая полоса частотная. Для токов килоампер нужно брать с минимальной чувствительностью датчик, в данном случае 1 мВ на Гаусс. А1366, Дефис-1Т. Ну, посмотрите, он уже более точный, конечно же. Видим, что привязано все к 2,5 В выходного напряжения, а не к 5 В, тоже неплохо. Относительно низкие шумы. Ну, напоминаю, это микросхема следующего поколения. Относительно новая. Можно использовать и ее. Вот, это совершенно новые вещи, замечательные. Хотелось бы использовать именно такие. Это бесконтактные датчики, микросхема для бесконтактных датчиков и без магнитопроводов, без концентраторов, CoreLS микросхемки. Основано на том, что внутри чипа находятся 2 датчика HOLO, и происходит дифференциальное измерение. Вот, посмотрите, как это все выглядит. На бузбар накладывается печатная плата, выдерживается необходимый зазор между центром микросхемы печатной платой, и вуаля, не надо никаких концентраторов. Потому что сам концентратор по себе здоровый, и это материальные затраты, он стоит дорого, в любом случае дороже, чем микросхема датчика HOLO, даже будучи программируемой и с сигнальным процессором на борту. Она будет стоить дешевле, чем магнитопровод. Но есть один недостаток. Да, смотрите, всего мы можем при минимальной чувствительности иметь в зазоре 40 мили Тесла. Это очень мало. Зазор получается очень большой, если мы это делали с концентратором. А здесь мы будем регулировать напряженность поля не зазором, а вот так называемым кристалл AIRGAP, расстоянием от центра кристалла до поверхности проводника с током. Внутреннее устройство этой микросхемы, как я говорил уже, две ячейки, две ячейки HOLO, дифференциальное измерение. Есть хороший апнот, помогающий рассчитать проводник с током бусбар это будет или это будет проводник с цилиндрическим с током. Вводится понятие связности, коэффициента связности, которое определяется расстоянием от кристалла, от центра кристалла датчика HOLO до центра проводника с током. Вот эти формы перед вами. Они очень простые. Под цифрами 1, 2, 3, 4. Фактор связности. Но в конечном итоге определит соотношение сигнал-шум и тот максимальный ток, который можно измерить, не вгоняя микросхему в насыщение. И гистограммки. По гистограммкам очень легко понять при заданной конфигурации и так называемой аэрогапе, расстояние между кристаллом и проводником, какой ток мы можем измерить. Ну и еще, конечно же, один производитель, это Melexis. Он также выпускает и линейные сенсоры на основе датчика HOLO и программируемые сенсоры для дифференциальных измерений. Недостаток Melexis в данном случае только один. То, что у них проприетарный протокол программирования. Всем хороши микросхемы. Они предлагают свой программатор, по-моему, PT-04 на Атмеге, но за какие-то непонятные совершенно деньги и написать свой протокол, не имея временных диаграмм, ну, как-то не представляется возможным. Ну и перед вами демокиты. Обратите внимание, как выглядят эти бесконтактные CoreLS датчики тока на килоампер, на разные токи. На 700 ампер, смотрите, применяется уже магнитное экранирование пермалоем, потому что зазор достаточно большой. Ну и смотрите, это линейность. Погрешности линейности, в данном случае уже в амперах, для токов порядка 500 ампер, в зависимости от геометрии экрана. И экран, еще раз говорю, из пермалой. Итак, нам необходимо использовать сердечник, сделать в нем зазор, рассчитав этот зазор по простой формуле, выбрать линейный датчик тока, скорее всего, это будет Allegro 1366-68, зафиксировать как-то эту микросхему и провести измерения, что мы не попадаем в насыщение, ну и так далее, и так далее. Заказываем бум-лист. Спасибо вам за внимание. До скорых встреч на канале. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!